Здравствуйте! Вы смотрите новости Верхникамья в студии Андрей Фадеев. В социальных сетях города бурно обсуждается видео с мальчиком, который съел конфету с наркотическим веществом. Наша съемочная группа пообщалась с местной полицией и психологом и узнала, был ли такой случай в Березниках. Ты же конфетку, ты говоришь, скушал? Сынок, смотри сюда! Маму, смотри! Сколько тебе лет? Как тебя зовут, сынок? Это и другие подобные фото и видео распространились по социальным сетям города и страны. Одни говорят, это произошло в их школе, другие – в соседней. А беспокойные родители тут же начали делиться информацией друг с другом и обсуждать ее. Это может быть везде, тем более в наше страшное время. А так, конечно, испугались. Начали разговаривать друг с другом, объяснять, детям говорить, что можно, что нельзя. Люция Шкаликова – мама двоих детей. Младше Владиславе всего 8 лет. Но мама уже и с ней разговаривала о наркотиках и объясняла их пагубное влияние. Пока что девочку каждый день забирают из школы родители. А гуляет она всегда на виду у взрослых и для беспокойства нет причин. В последнее время в социальных сетях ходит информация о том, что в школах нашего города и общеобразовательных учреждениях распространяются жевательные конфеты с содержанием наркотических веществ. В полиции города Березники ни одного факта зарегистрировано по данному поводу не было. Мы держим ситуацию на контроле. Ведется профилактическая работа. По словам психологов, подобная информация о распространении наркотиков в школах появилась еще в 2014 году. И ходит по интернету до сих пор, появляясь то в одном городе, то в другом. Согласно поведенческой теории, в общем-то страхи – это естественное состояние людей, которое позволяет нам быть собраны в кризисной ситуации, в какой-то критической, для того, чтобы выжить. И отсюда идет теория о том, что сами родители порождают эти страхи. Именно для того, чтобы научить ребенка выжить в какой-то конкретной трудной ситуации. Психологи уверяют, что родителям необходимо доверять детям, регулярно с ними разговаривать и рассказывать о мерах безопасности, которые могут применить дети. Кристина Придейна, Дмитрий Воронушкин. Новости верхниками. Лес Пермского края возьмут под контроль из космоса. В Березниках пройдет костюмированная лыжная гонка. Об этом и не только расскажем в нашей рубрике «Новости коротко». 10 января стартует прием заявок на участие дворовых территорий в муниципальной программе формирования современной городской среды. На 2020 год. Заявки о включении дворов в программу принимаются от представителей заинтересованных лиц. Управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и т.д. Документы будут принимать до 24 января в управлении благоустройства на Карла Маркса 50. Заявки, поданные на конкурс в 2019 году, но не прошедшие конкурсный отбор, будут рассмотрены в приоритетном порядке. В следующем году весь лес Пермского края возьмут под контроль из космоса. На сегодня общая площадь земель лесного фонда, охваченная мониторингом, составляет более 8 миллионов гектаров. Это около 70% от общей площади лесов Пермского края. В следующем году, благодаря договоренности с Рослесхозом, площадь традиционного мониторинга увеличится почти до 10 миллионов гектаров. Эффективность применения цифровых технологий в лесной отрасли доказывает положительная динамика снижения числа незаконных рубок. За последние годы количество таких преступлений в крае сократилось более чем в три раза. В это воскресенье, 29 декабря, в Березняках пройдет традиционная лыжная гонка в новогодних костюмах. Соревнования состоятся на территории спортивной школы «Летающий лыжник» в районе Новожилова. Начало в 11 часов. В гонках принимают участие жители города, прошедшие предварительную регистрацию в спортивной школе. Обязательные условия для участников – новогодний костюм или любой новогодний атрибут. Победители и призеры награждаются грамотами и медалями. А за лучшие детские и взрослые новогодние костюмы положен еще и подарок. Новости коротко подготовил Сергей Каленик. Да, сама предновогодняя атмосфера такая же душевная и в то же время хрупкая, как советские елочные игрушки. Ощущение праздника создают не только мишура и гирлянды, но и гости. В праздничную неделю им рады, даже если приходят без предупреждения. Ведь холодильник полон продуктов, а дом красиво украшен. Но в гости все же лучше идти не с пустыми руками. В следующем сюжете мы расскажем, какому подарку будут рады в каждой семье. Вот они, стопки подарочков, которые точно никому не передарят. Качественное постельное белье – это то, что и в хозяйстве пригодится и будет обеспечивать спокойствие и уют круглый год. Целый рой бабочек или ромашковый букет выбирать вам. Для любителей минимализма – стильная геометрия. Или модные нынче растительные мотивы. Чтоб Новый год был продуктивным, дарите подушки. Для работоспособности нужен здоровый сон, а он возможен только на подушках правильных, а главное – новых. А вы знали, что их нужно менять раз в полгода? Можно выбрать с пухом, бабуковым наполнителем или синтепоном. А можно анатомическую с памятью формы. Перед Новым годом березняковцы устроили охоту на эти подушки-одеяло. Маленьким покупателям тоже здесь будет интересно. Забавные котики или романтичные красавицы из мультиков для девочек. А для мальчиков – супергерои и спортивные мотивы. С таким качественным бельем ваше маленькое сокровище будет торопиться в кроватку вечером и бодро просыпаться утром. Все необходимое для самых приятных и сладких снов вы можете приобрести на уже полюбившиеся березняковцам выставки текстиля в ДК Оленина. Здесь же более 300 видов постельного белья, плотный обязь, нежный поплин и обволакивающий сатин. Приходите и выбирайте расцветку по душе. Приобрести можно сразу несколько комплектов, ведь цены не кусаются. Готовьте новогодние подарки вместе с выставкой текстиля. Она пробудет в Березняках только два дня. 28 и 29 декабря в ДК имени Ленина служебный вход. Евгения Кокшарова, новости Верхникамья. Сейчас делаем небольшую паузу и сразу продолжим. Не переключайтесь. Новый год все ближе. В воздухе витает праздничное настроение. Практически у всех в домах наряжены елки. Если вы не из этого числа, ставьте поскорее праздник на носу. А вот герой нашего следующего сюжета, наш телезритель Олег Мингазов, считает главное, что не на елке, а под елкой. Речь не о подарках. Дело в том, что Олег коллекционирует фигурки Дедов Морозов. Наша съемочная группа побывала у него в гостях. Вот так в квартире на Комоде хранится эта коллекция, пока не появится нарядная зеленая красавица. Армия волшебников пока совсем небольшая, но среди фигурок наиболее ценные советские. Самые старенькие дедушки из ваты и опилок лицо делали из папье-маше и расписывали. Из таких материалов их начали выпускать еще в довоенные годы. Потом в 50-е производство продолжилось. Прессованная стружка и вата. То есть это даже не моего детства. Моего детства можно показать. А моего детства были вот такие Деда Мороза. Вот эти вот. Деда Мороза при моем детстве. Этот уже постарше, а этот вообще этот. То есть это Деда Мороза от моих родителей. Даже если не старше. Действительно, на смену ватным фигуркам пришли резиновые, пластмассовые и те, которые мы все помним, гипсовые. Фигурки нашего детства на вид прочные, а по факту, помните, могли легко разбиться, упав с антресоли. Под Стадия Деда Мороза Олег вместе с сыном наряжает елочку. По советским игрушкам можно изучать историю страны. Например, красавицы в национальных костюмах 15 республик СССР стали появляться в 50-х годах. А в 60-х, когда активно развивалось сельское хозяйство, на елках чудесным образом стали расти морковки и перцы. Вот это что? Это клубника, да? Да. Клубничка, ягодка. Каждая стеклянная игрушка – это ручная работа. Технологию, как штамповать тонкостенное стекло, тогда еще никто не разработал. И выдувка, и роспись индивидуальная, хоть и сделаны они были на фабрике, но в коллекции Олега есть и такой картонный экземпляр. Ватные, картонные делали. Ну, в основном даже, вот, но это, скорее всего, даже заводская. То есть, судя по окраске, как она сделана, с душой. Вот такой набор – это, наверное, еще, скорее всего, да, военная вещь. Но, скорее всего, этот зайчик появился уже после войны. Нарядные картонные игрушки тогда выпускались как раз после 45-го года. Насколько советские зайчики и совушки сегодня цены, Олег Мингазов, как и многие из нас, и не задумывается. Ведь эти трогательные вещицы, будь то из стекла, картона или ваты, скорее духовные, чем материальное наследие. Сказка, которая живет с нами вне зависимости от того, какое время сейчас на дворе. Елена Силакова, Евгения Кокшарова и Дмитрий Воронушкин. Новости Верхникаме. Сегодня заключительный день нашей новогодней викторины, в которой мы задаем вам вопросы о самых значимых и обсуждаемых событиях 2019 года. Тот, кто первым правильно ответит на вопрос, получит в подарок сертификат на ужин в ресторане номиналом 1000 рублей. Итак, внимание на экран. В четверг мы задавали вам вопрос. Сколько лет исполнилось поселку Орел в этом году? Правильный ответ – 455. Первым правильно ответил на этот вопрос наш зритель Андрей Злодеев. Он становится победителем уже в третий раз. А теперь заключительное задание викторины. Все лучшее детям. В этом году две березняковские школы обзавелись новыми спортивными площадками. На них установлены футбольные ворота, тренажеры, баскетбольные щиты и прочее. Кстати, заниматься здесь могут не только школьники, но и жители соседних домов. А сейчас, внимание, вопрос. Назовите номера березняковских школ, у которых в этом году появились такие современные спортивные площадки. Свои ответы присылайте на короткий номер 4647 в виде смс. В начале текста не забудьте поставить число 59. Завтра мы скажем правильный ответ и определим победителя дня. Добро пожаловать на борт. В Березняках появилась своя воздушная гавань. Но отправиться оттуда в полет можно вовсе не на самолете. Приятная атмосфера и действительно вкусная еда помогут очутиться на седьмом небе от счастья. В новом аэроресторане побывала Евгения Кокшарова. Четкие прямые линии, металлические тона с яркими акцентами и геометрия во всем. Несмотря на сдержанность, этот интерьер парит. То ли воздуха добавляют лаконичные светильники, будто иллюминаторы в самолете, то ли панорамные окна, как в аэропорту. Здесь, конечно, самолетов не увидишь, но в этот мягкий лофт влюбляешься с первого взгляда. Скажу так, что для нас это, наверное, и для города, а это такое большое заведение, новое, интересное. Ресторан, конечно, очень замечательный. Интерьер современный, модерновый, уютно, ну как в кругу друзей. Прекрасная атмосфера, давно ждали, когда это все откроется. Прекрасно сделаны зоны отдыха. Все хочется попробовать, прийти еще раз и еще раз, и постепенно все, оценить кухню. А подскажут, какие блюда лучше распробовать, приветливую и безукоризненно красивую борт проводиться. Здесь все продумано до мелочей, даже меню неземное в виде авиабилетов. Его даже в руках держать очень приятно. Такое ощущение, будто у тебя уже настоящие билеты, если вот-вот полетишь в отпуск. Посмотрим, что там внутри. Тут вас могут отправить в гастрономическое путешествие в любую страну. Японская кухня или вкуснейшие итальянские пиццы и паста. А может, вы захотите отведать французский тартар с лососем или салат мисуас с обжаренным тунцом и яйцом пашот. На кухне колдуют и над нашей родной уральской едой. Ведь именно в аэропорту люди часто пробуют блюда местной кухни. Поэтому в меню изобилие угощений из мяса лося. Такой выбор был сделан, исходя из-за того, что мы находимся на Урале, а Урал всегда славился лесами и его жителями. В том числе именно лосем. Я считаю, что лось – это потрясающая замена говядине. Наша концепция, концепция частично локальной кухни, позволяет нам это сделать. Также в нашем меню вы можете встретить такие блюда, как посекунчики, щи, сквашенные капусты. Как это делали наши предки. Ваш лось гарантированно принесет только приятные эмоции, говорит первый пилот, шеф-повар аэроресторана Роман Исламов. Кухня не скрыта от чужих глаз, как кабина пилотов. Вот она, смотрите, здесь творят чудеса, говорят первые пассажиры. Салат «Цезарь» мы попробовали и жиркой в лося. И так, вот классно, очень. Все прямо хорошо, вкусно. Мясо лося очень сочное, нежное, мягкое. Панорамный ресторан «Аэролофт» расположился на третьем этаже торгового центра «Оранжмол». В «Аэролофте» можно пообедать. Ресторан работает с 12 часов. Или устроить дружескую вечеринку и потанцевать. Каждый день, кроме воскресенья, с 23 часов. Здесь работает диджей. Кроме того, в «Аэролофте» устраивают и массовые игры. Например, накануне 140 человек сыграли в «Угадай мелодию». Расписание полетов вы видите на экране. Посадочные места лучше бронировать заранее. По телефону 8-919-70-80-700. О мягкой посадке в 2020 год вам желают и Евгения Токшарова, и Дмитрий Воронушкин. Новости верхней каме. Приятная новость для березняковцев. Уже с завтрашнего дня начинаются массовые катания на открытом катке на городском стадионе. Это были главные новости верхней каме. Смотрите нас в нашей группе ВКонтакте и на канале Верхней каме ТВ. Далее вас ждет прогноз погоды и очередная серия молодежного проекта «Новая смена». С вами был Андрей Фадеев. Всего доброго и приятных выходных. Кудесник сообщает об открытии нового салона дверей и окон по адресу Проспект Ленина, 59. Уникальные входные и межкомнатные двери от производителей. В наличии и под заказ. Доступные цены. В честь открытия. Приятные скидки. Подарки. Спонсор прогноза погоды автосалон «Лада» «Березники». Ближе значит лучше. Покупай автомобили «Лада» в «Березниках» у официального дилера на «Ленина 31А». Спонсор прогноза погоды сеть клиник «Медси Медлайв» в Перми. 28 декабря в Пермском крае синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Временами возможен небольшой снег. В Александровске минус 10 градусов. В Кизеле столбик термометра будет на отметке минус 11 градусов. В Соликамске минус 9. В Березниках в субботу температура воздуха ночью минус 13 градусов. В дневные часы минус 9. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-восточный 3-4 метра в секунду. 28 декабря солнечная активность слабо возмущенная. Геомагнитное поле спокойное. «Кудесник» объявляет акцию только в этом месяце специально для экономных. При покупке входной двери с установкой скидка на внутренние откосы из ГКЛ 50%. «Ленина» 59 и «Пятилетки» 36. С опытом приходишь к выводу, что отечественный автомобиль может быть очень современным. Не надо далеко ехать за новенькой «Ладой». Можно вообще не ехать. До салона «Лады Березники» можно дойти. А из салона уже уехать на своем автомобиле. Полный модельный ряд. От доступной «Гранта» до «Дерской Веста Спорт». Включая версии «Кросс», которым вы будете так благодарны на наших дорогах. «Лады Березники». Мы рядом. Значит лучше. Счастье видеть. В клинике «Медсимедлайф Перми» лазерная коррекция зрения от 125 рублей в день. 259-99-03. «Медсимедлайф Перми»